Всем привет! Привет! А с вами Янки Булочек. И, ребят, сегодня хотим обсудить последнюю новость, а именно электронные повестки. То есть российское правительство уже перешло буквально все грани, да, и законов для них больше не существует. Она такая... Наши граждане теперь будут нашими крепостными, вы никуда не выйдете, на себя имущество не зарегистрируете, машину водить не сможете, и вообще пошли вы нафиг. Да, и вот эта вся вот эта электронные повестки, неважно. Италик, ты ждешь повестку? У тебя же есть на госуслугах кабинет. Ну, не помню уже. А если ты живешь за границей, это не повод, чтобы отлынивать от армии. Вернулся, годик отслужил, и все, и потом живи себе за границей сколько хочешь. Да, у них было такое предложение. Те, кто уехал за границу, они могут вернуться, взять на год отпуск. Так, вы представляете, взять отпуск на год. Я в России ни разу не брал отпуск на 4 недели, всегда только 2 недели, а тут на год. И, короче, вернуться в Россию, отслужить, и обратно, типа, езжайте за границей. Короче говоря, ближе к телу. О чем мы хотели поговорить в этом видео? Как сами люди, которые уехали, да, буквально в никуда. Мы хотели поговорить о том, что делать тем, кто может уехать, и тем, кто не может уехать, и те, кто еще не уехали. Чтобы, это такие советы из разряда, что бы сделали мы. Но вот что бы сделала я, если бы мне пришла такая вот повестка. Если бы у меня была возможность уехать в ближайшие зарубежья, да, мы сейчас даже не говорим о Европе, о Америке, это даже не обсуждается, и в ближайшее какое-то зарубежье, которое тебя не сдаст российским властям. Ну, блин, тут тоже вопрос, сдадут, не сдадут. Ну, Казахстан вряд ли сдаст. Недавно Армения поймала одного и потом отпустила. Армения, Грузия, мы тоже, мне кажется, не знаю, лучше это не обсуждать, потому что в Грузии такие цены уже на жилье стали. Что, в общем, Казахстан, Монголия, у России есть границы с Монголией? Здрасте вам. Ты, надеюсь, ты это вырежешь, хорошо? Хорошо. Есть? Мы окружаем Монголию. Мы окружили Монголию. Мы окружили Монголию. Ты не будешь это обставить? Почему? Я плохо знаю географию. Гороче, ребята, я плохо знаю географию, мне совсем не стыдно. Хорошо, мы не окружаем, мы ее делим. С одной стороны мы, с другой стороны Китая. Это наша месть монголо-татарскому иму. В общем, ребят, помните, были такие дауншифтеры в свое время, да? Это люди, которые, так сказать, добились всего каких-то карьерных высот, заработали денег, а потом решили уехать в деревню и завести огород. Вот, мне кажется, это идеальная вообще сейчас тема. Дауншифтинг. Ну, реально, вот если бы мне пришла повестка, я такая, ну окей, я бы, во-первых, переписала все имущество на человека, которого не призвут и которому я доверяю. Если бы у меня была квартира, я бы ее сдала бы. И взяла бы с собой весь кэш, который только возможно. Не пользуйтесь ни в коем случае там кредитными карточками, если вы находитесь в России. Вот, взяла бы весь кэш, который только возможно. То есть сняла бы даже с кредита кэш. И поменяйте сим-карту. Не пользуйтесь вашей сим-картой. Оформите сим-карту на какую-нибудь женщину, желательно, с другой фамилией, чем у вас. Да ты конспировок. У нас очень удобно. Ну реально, это же какие-то житейские события. Вот я бы так поступила. Вот я просто, как услышала эту новость, я думала, что бы вот сделала бы я. Что бы сделала я? Я думаю, люди, у которых есть деньги, наличные, они уже давно оттуда уехали. Ну я тебе говорю о тех, у которых наличных нет. Мы когда эмигрировали, у нас были наличные? Нет, ну блин, когда мы эмигрировали, у нас другая ситуация. Ну подожди, наличных не было, правильно? Но мы эмигрировали. Короче, мы взяли кредит, кто не в курсе, вот тут вот ссылочка, посмотрите. Да, внешняя история. Очень, да, это еще в самом начале нашего блохерства. В общем, мы взяли кредит, и на этот кредит мы свалили из России. Сейчас, я не знаю, дают, дадут ли кредиты. Слушай, у людей по-любому есть какие-то кредитные карты. Ну, у тех, кто живет в больших городах. Снял весь кэш с этой кредитной карты. Окей, ну сейчас идет такая ситуация уже год, что люди уезжают, и я думаю, банки понимают, что как бы... Но банки тоже не могут всем закрыть кредитные карты. То есть они не думают, что там 200-300 тысяч у кого-то на кредитной карте нет, и он не может их кэшем просто тупо снять. Вот. Если у вас есть возможность выехать за границу, берете, снимаете вообще какой-нибудь домик за границей. Маленький в селе в каком-то, вообще в каком-то селе. Или в российской глубинке. Какую-нибудь хибару. И разводите огород. И мелкую скотину. Во! Лена никогда не держала ни мелкую скотину, ни огород. Но эта идея хорошая. Она не в курсе, как ухаживать за огородом. Но есть же ютюб. Не в курсе, как ухаживать за мелкой животинкой, что она, сука, дохнет не из-за чего, а просто взяла и сдохла. Купил ты 50-х утят. Из них 30 сдохло или 20 сдохло. Лена, у Лены такой максимализм, что вот так вот легко. Это как у меня племянник. Можно попробовать. Племянник-вегетарианец был, что он хотел какое-то растение в горшке выращивать и есть это. Я говорю, тебе этого горшка не хватит. Даже на один день. Тебе нужен огород и очень большой. В общем, у Лены максимализм такой. Кто в огороде работал, тот понимает, что это не просто так. Нет, ну это реально. Согласись, это реально. Вот мы бы так сделали. Если бы мы не могли уехать, реально сняли бы какую-нибудь хибару в Краснодарском крае, развели бы огород, завели бы куриц и козу. Развели огород. Чтобы развести огород, тебе нужен год. Подожди, сейчас как раз посевная. Купил саженцев, посадил, тепличку, там все дела. Тепличку? За какой счет ты тепличку? Какой прутья и пленка, мой дедушка так делал, я знаю. Что ты со мной споришь? Я не понимаю. Я людям даю гельные советы. Ты со мной споришь? Вообще. Короче, ребята, реально. Это не смешно, это не смешно. Люди такие записывают, ставь сюда этого, Епифанцева, когда он тут записывает. Какого Епифанцева? Ты не знаешь этот мем? Загуглишь. В общем, как вам метод Лены? Это не метод, это, ребят, реальный совет. Не пользуйтесь сим-картой, которая оформлена на вас, которая фигурирует в официальных документах где-то. Попросить какую-нибудь знакомую женщину, чтобы она оформила ее на себя, и вы ей пользовались. Да, вот. Второе. Переоформить всю собственность на человека, не подлежащему призыву, которому вы доверяете. Сделать доверенность на этого же человека и ближайших родственников. Если у вас есть дети школьного возраста и есть еще родители, которые в относительном здоровье оставить детей родителям, что пусть лучше дети поживут без вас год-полтора, но зато у них будет живой отец. Живые родители. Живые родители, да, живой отец. Вот. И уехать куда-нибудь в глухую деревню. Можете не разбивать огород. Это, короче, не обязательно. Вот можно продукты, в принципе, и покупать на тот кэш, который вы сняли с кредитной карты и собираетесь банку возвращать. Если вы решили завести, развести огород... Ой, ну слушай, я бы развела бы. Вот у меня мята в горшке стоит, и еще я посажу. Ну, гады. Суп из мяты будет. Ну, нам не нужно огород, нам нужно просто... Коза. Травка. Нам нужна коза. Короче, ребят, получается почему-то очень веселое видео, просто не обессудьте, мы после рабочего дня снимаем, очень устали, и это у нас уже нервное. Вот, но просто я понимаю, что я не специалист в сельском хозяйстве. Но есть люди, которые и так, у них может дача есть, они знают, как делать. И мне кажется, то, что сейчас как раз лето, и, во-первых, не холодно, топить не надо. По крайней мере, до октября во многих частях России достаточно тепло. Ну, блин, все равно, это же дача, у многих дачи не такие отапливые. Ну, я понимаю, но лучше мерзнуть на даче, чем мерзнуть в окопе, тебе так не кажется? Согласен. Вот, то есть, реально лучше куда-нибудь, в какой-нибудь деревне, где вообще нету там даже местного участкового полицейского, где-нибудь спрятаться, и там сидеть. Ну, блин, такого не будет. Везде есть полицейские, везде есть глаза-уши, везде соседи какие-то, какие-нибудь заметят, что, а вот там вот появился какой-то чип. Купите накладную бороду. Я серьезно тебе говорю накладную бороду седую. Вот Виталик сменется, а мои планы всегда срабатывают. Какие планы бы я не сделала, они всегда срабатывают. А Виталик каждый раз с арафаткой тебя первым заберут. Что? Что? В стране жопа происходит, ты ржешь. В общем, я говорю, это реальная тема, косить под старика, вот как в этой, в карнавальной ночи. Помнишь? Блин. Ну, реально, там, одеться в тулуп, хромать, под какой-нибудь бомжа косить, вот так вот намажется сажей и бороду носить. И никто не узнает, кто-то. Под бомжа алкоголика и бутылки выставлять из-под водки постоянно на улице. Они еще и должны бухать все это время. Не, ну почему бухать? Можно просто... У алкоголиков забирать их бутылки, да? Я представляю такой, как его, рабочий класс. Знаете, я хочу сказать, такое время, сейчас можно и забухать. Как бы, надо чем-то нервы успокаивать. Вот, в общем, ребят, я не знаю, насколько помогут вам мои дурацкие советы, но мне кажется, советы недельные вообще. Я бы вот так вот и поступила, Виталий смеется, а он бы сажал огурцы и помидоры в теплице. Судя по всему, я буду там херачить на этом огороде, а Лена там будет с мятой сидеть, с горшком, а Виталя будет херачить на огороде. Я буду... И будет говорить, вот видите, видите, работает же. Я буду курочек кормить. Курочек. Да, завести куриц для яиц и козу для молока. А говно за курицами кто будет убирать? Виталия? Это природа, мы не будем убирать говно, оно само рассеется по округе. Да, да. В общем, ребят, тема грустная, почему-то ролик получается веселый. Что я могу сказать? Главное, это время пережить. Главное, пережить. Те же дадим советы, что дают все блогеры. Не ходить в военкомат. Не ходить в военкомат, прячьтесь. Вот, можете по моему сценарию прятаться. Очень хороший сценарий, мне кажется. Хотите в Казахстане, хотите в Монголии. В Монголии можно еще и лошадь прикупить. Можно и молока попить и съесть ее потом. Спасибо. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, подписывайтесь на Инстаграм и будьте с нами, друзья. До новых встреч. Всем пока.